Здравствуйте, уважаемые любители здоровья и красоты от морковки! Сегодня я хотела с вами поделиться некоторыми средствами от усталости. Итак, первые средства это лимон, мед и грецкие орехи. Необходимо 1 стакан очищенных грецких орехов и 1 лимон измельчить, добавить стакан натурального меда и тщательно перемешать. Принимать такое средство следует по 1 столовой ложке 3 раза в день. Следующий рецепт виноградный сок. Необходимо принимать по 2 столовые ложки свежего виноградного сока за полчаса до еды, либо съедать горсть винограда. Третий рецепт целебный состав. Необходимо смешать стакан молока и 1 чайную ложку аптечной ромашки. Довести до кипения, после чего держать отвар на слабом огне 10-15 минут. Затем снять с огня и дать немного остыть. Добавить 1 столовую ложку меда, процедить и выпить за 40 минут до сна. Четвертый рецепт. Хвойный отвар. Необходимо 2 столовые ложки измельченной сосновой хвои залить 300 мл воды, довести до кипения и держать состав на среднем огне 20 минут. После чего снять отвар с плиты и процедить его. Затем, когда он немного остынет, добавить к нему 3 столовые ложки меда и тщательно перемешать. Принимать такой целебный отвар следует по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Пятый рецепт. Целебный овес. Необходимо 1 стакан промытых цельных зерен овца залить 1 литром воды, довести до кипения и варить на малом огне до получения киселя. После чего процедить и добавить 2 столовые ложки меда. Принимать такой целебный отвар следует по половине стакана 2 раза в день за полчаса до еды. Шестой рецепт. Шиповник. Шиповник зарекомендовал себя в качестве отличного общеукрепляющего средства. Он особенно полезен при расстройствах нервной системы. Из него можно приготовить целебный отвар на основе шиповника. Он особенно полезен людям, которые подвержены постоянным физическим и психологическим нагрузкам. И седьмой рецепт это отдых, сон и свежий воздух. Не забывайте о том, что основной причиной появления хронической усталости являются постоянные стрессы. Старайтесь нормализовать свой образ жизни. Высыпайтесь, уделяйте время прогулкам на свежем воздухе. Полностью откажитесь от приема спиртных напитков, крепкого чая и кофе. Несмотря на окажущийся прилив сил, за ним неизбежно последует состояние угнетения нервной системы. Ну а на этом все. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»